мы на острове под названием голубая вода как раз напротив наш отель у нас сегодня замечательная экскурсия с классным гидом мы здесь были в самый свой первый вечер в индийском ресторане потрясающе конечно красивый вид вечером тоже здесь очень красиво слева у нас припарковались круизные лайнеры остров этот искусственный здесь как раз можно посмотреть какая была работа проделана для того чтобы реализовать неплохой кстати индийский ресторанчик вот здесь где мы были но возле нашего отеля мне вчера понравился гораздо больше и цены там более демократичная чем здесь отель адрес наверху которого бассейн 310 метров высота попасть в этот бассейн сейчас из-за ковида можно только сняв в аренду номер раньше можно было просто за отдельную плату попасть в бассейн на крыше этого небоскреба для желающих вложиться в недвижимость дубаи стоимость в районе две с половиной тысячи долларов за квадрат то есть это где-то всего лишь 200 тысяч за один квадратный метр уже с учетом конечно же ремонта и мебели поэтому сочи просто переплюнула у нас даже знаменитый дуба и я конечно ожидала от нашего гида услышать другие цифры но вот вот так остров под названием пальма восьмое чудо света за семь лет была создана это потрясающая территория здесь кстати гораздо больше зелени очень конечно красивое место самый большой отель под названием атлантис с правой стороны аквапарк конечно же сложно представить что все это просто созданы руками человека потрясающе арабская венеция а за спиной у меня знаменитый парус но он конечно же померк на фоне небоскребов когда смотришь на него со стороны нашего пляжа кругом фонтаны лодочки отличный вид с этой площадке на парус и на канал очень конечно напрягает в жару носить маски я не представляю как как летом здесь в жару очень тяжело прям нечем дышать так мы на самом настоящем арабском рынке это рынок специи также рядом с ним рынок золота и бриллиантов мы тоже обязательно посетим вот и большие кастрюли такие же огромные ложки поварёши вот и это литра камень thank you здесь хорошо прохладненько все подряд здесь продается не только специи посуда сувениры также здесь можно купить ткани палантины во время поста сейчас как раз нельзя арабовый есть не пить вот так такую жару тяжеловато в такую жару старый город отличная зона футкорта начиная китайской еды филиппинской индийской китайской иранской макдональдс макдональдс все очень прям цивильно все красиво даже подача смотрите тоже какая супер красиво как в ресторане я взяла себе один японский наборчик такие вот у них здесь макеты сделано все как настоящее что пока я не нашла место где сесть я думаю этот вопрос можно решить видите как столики далеко друг от друга стоят подглядывается очень строго дистанцирование очень строго масочный режим так знаменитый бурдж халиф нас ждет 124 этаж макдональдс в ч построении Judah cultura народ ustedes как Стоимость билета 62 доллара. Это самая высокая башня в мире. Тайя моё стол pornography Тайя моё стол. Тайя моё стол. Тайя моё стол. До тридцать девятого этажа здесь отель «Инфон и Армани», а высшие квартиры и даже, как вам сказали, есть студия. Устроили ее 24 часа в сутки, без пенсива, все было сделано точно в срок и построено оно было за 6 лет. Кнопка только одна. Скорость подъема и одна секунда, две этажа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавля Банк Продуктор задавал ДimaTorzok Добавля Банк Коо многих велика? ух ты потрясающий вид конечно камера не передаст этого ощущения полета и внизу такие машинки как маленькие муравьи кусочки зеленых оазисов соседствующие с пустыни внизу вот открытая еще есть на 124 этаже смотровая площадка это вид уже с нижней площадки со 124 этажа эмират мол это один из самых старых и один из самых крупных торговых центров дубае rolls-royce красота очень конечно красивый впечатляющий торговый центр маратском стиле со звездами на потолке коваными лестницами надо взять у них путеводитель потому что здесь легко можно заблудиться конечно же здесь есть вай фай можно выйти в интернет после регистрации огромное количество марок начинаю как знаменитых гуччи и дольче габбана так и более простые демократичные и даже есть кафе имплога в армане а уж арабы конечно не знаю уже как сказать чего только не напридумывают ну красиво да впечатляет молодцы также с этим торговым центром соседствует знаменитая сеть отелей кемпинский и вот как раз с правой стороны мы уже подошли сейчас для того чтобы отправиться и посмотреть настоящий снег конечно кататься мы не будем снега нам в этом году в сочи хватило посмотреть можно нет ну конечно видно что это искусственный снег но все равно потрясающе здорово прямо елочки такие со снегом подъемник настоящий нельзя женщины пускать одних в магазины наташа мне точно нужен новый купальник за 11000 конечно нужен я только что духи за 20 купила в общем отправимся мы в последний день в outlet village и надеюсь там мы сможем купить что-то с дисконтом потому что здесь особо распродаж никаких нет дешевые марки мы покупать не хотим она дорогие нам немного жалко денег кругом приятно слышится русская речь на каждом углу больше всего наверное русских туристов здесь сейчас вот он виновник виктория секрет кстати в outlet village это тоже есть одна марка моя очень любимая что-то из девочек знает лас эндзо и одно время покупала и в китае потом этот же магазин был в москве потом в москве его закрыли вот здесь в дубае как раз я посмотрела что в outlet village есть именно эта марка обязательно туда отправлюсь потому что я ее прям обожаю такой классный у них дизайнер красивый такой дизайн у магазина необычный решила заснять прям дерево здесь посадили ну и запах конечно потрясающе в россии такого конечно нет выбора ароматов дети конечно визжат от радости такие классные шарики для ванны мыло ручной работы жаль что камера не может передать запах зара мощнейшая хорошо что коллекции всегда отличаются но хотя у меня несколько лет назад их покупала в гонконге тоже зару и как раз думала что я буду одна такая в сочи ходить но не тут то было такая была яркая расцветка поэтому сразу было заметно когда встречал на улице людей с таким же вкусом как у тебя очень конечно все у них продумано видите даже в очереди когда будете стоять на такси специальные полочки для того чтобы положить свои покупки классно молодцы конечно знаменитые дубайские фонтаны находятся рядом с торговым центром дубай-мол вечером тоже очень красиво как башня на которой мы сегодня поднимались очень красиво потрясающе оформлены некоторые витрины прям загляденье подписка мустафа витрины с шоколадом очень красивый магазин тут последний раз наверное такую красоту я видела в гонконге меня тоже когда это очень впечатлило но там так мало земли что нет таких больших масштабов также здесь самый большой тресэтажный магазин лучи не знаю хватит целого дня чтобы обойти его или нет интересный фонтан также из развлечений здесь можно покататься на коньках и конечно же огромный кинотеатр очень масштабно а какой здесь огромнейший магазин найк это просто что-то я такого большого найка не видела нигде на самый большой найковский магазин которая когда-либо встречала в общем любят арабы чтобы у них было все самое-самое большое при большой она пола капучино мне было сказано уходили меня вот так отдельно видите какое дистанцирование специальные такие стеклянные сделаны для того чтобы в россии везде по-русски разговаривают я надеюсь что вам понравилось это видео если это так не забудьте поставить лайк ну а я конечно всем традиционно передаю огромный огромный привет желаю всем отличного настроения и хорошего дня спасибо